Какие же есть особенности торговли большого депозита, малого, в чем же отличие? Как только ваш депозит начинает расти, плавно также начинает расти ваш риск на сделку. 2 к 1, 3 к 1, 5 к 1, 7 к 1, 10 к 1, 12 к 1, если в средний срок, если большие позиции, то есть у меня есть возможность спокойно раздробить на множество маленьких частей. Всем добрый день! В сегодняшнем видео мы вместе с вами разберем тему «Как торговать депозит от 100 тысяч долларов». Давайте начнем! В этом видео вы узнаете, какие есть особенности торговли большого депозита, какие стратегии становятся доступны обладателям большого депозита и какие подходы реально эффективны для торговли депозита от 100 тысяч долларов. Потому что от себя добавлю, что есть стратегии, которые работают на небольших деньгах, но потом перестают работать. И мы разберем, что же эффективно работает, а что нет. И расскажу пример моего студента, как за короткий промежуток времени, до того, как он стал студентом, был шанс потерять практически весь депозит, было потеряно более 30 тысяч долларов. Но потом совместными усилиями мы вывели депозит обратно на рост. И я расскажу, какие же действия мы предприняли. Кратко расскажу про себя. Меня зовут Георгий Степченко. Я являюсь трейдером, торгую американские акции, торгую американские фьючерсы уже более 8 лет. У меня под управлением находится портфель более 500 тысяч долларов. Также я являюсь ментором и наставником в Герчик Трейдинг Экосистемс. Отметим, что это видео будет полезно уже более опытным трейдерам, у которых есть опыт торговли на любом рынке. Но есть некая практика уже собственных сделок. Здесь не будет базовых понятий и определений. Здесь будут уже более такие вещи высокого порядка на тему выбора стратегии, риск менеджмента и примеры реальных сделок. На большом депозите. Также я рекомендую смотреть это видео на большом экране, потому что в конце мы будем рассматривать вместе с вами подробно графики, примеры моих сделок и это просто будет удобнее на большом экране. И в конце, все кто досмотрят до конца, вас ожидает бонус, который будет, надеюсь, вам очень полезен и специально с ребятами вам его подготовить. Давайте теперь разберемся, какие же есть особенности торговли. Большого депозита, малого, в чем же отличие. Небольшой депозит прежде всего для трейдера это легкость принятия решения. Как-то у него небольшой риск на сделку, ему легче принимать решение. И конечно, чем больше вырастите риск, тем больше груз ответственности, который ложится на ваши плечи. У нас есть ограниченный выбор брокером. Я скажу так, что есть брокера, которые работают только с большими депозитами от 100 тысяч, от миллионов. Их круг намного шире, нежели те, которые мы знаем, которые популярны, которые рекламируются. Поэтому увеличивается потенциал. То есть, небольшой депозит, у вас ограниченный круг брокерских домов, которые готовы вас принять. Также у вас ограниченный выбор инструментов. Допустим, для торговли американских акций через американского брокера вам нужен минимальный депозит в 25 тысяч долларов. Если его нету, то вы либо торгуете CFD, если у вас есть доступ, либо если у вас доступа к CFD нету, потому что не все предоставляют его, тогда выхода нет либо средний срок, либо фьючи, либо опционы. То есть, приходится как-то выкручиваться. И нет возможности формировать портфель. Наверное, это для меня основная проблема, основной недостаток. Низкая диверсификация, то есть, зависимость от конкретной сделки, от конкретной позиции. Это вот такая специфика небольшого депозита. Какое же преимущество торговли большого депозита? Самое первое, это, конечно, широкий выбор брокеров. Вам доступны и открыты все двери, все финансовые дома мира, и вы можете получить лучшие условия. Не секрет, что если клиент на торговые большие комиссионные, ему могут сделать спецусловия или улучшить комиссию застилку. Да, просто меньше процент брать. У вас есть возможность торговать любые финансовые инструменты, и акции, и фьючерсы, и ETF, и производные всевозможные. То есть, для многих инструментов нужно просто большой объем покупательной способности. Допустим, фьючерсы американские довольно крупно порезаны, и с небольшим депозитом их очень проблематично торговать. Не на все есть микроконтракты. Поэтому приходится либо торговать с большим риском относительно депозита, либо вообще избегать таких инструментов. И самое главное для меня, это высокая диверсификация, распределение между несколькими корзинами, портфелями средств, что дает нам безопасность. Из минусов стоит отметить, что это, конечно, высокая степень ответственности перед, прежде, самим собой, когда вы открываете сделку с повышенным риском. Это всегда для начинающего трейдера нервозно, некомфортно. Это всегда больше про психологию. Но здесь, вот в этом пункте, другого пути нет. Нужно постепенно растить свой риск, свою толерантность к риску. Дальше я покажу, расскажу простые, понятные алгоритмы действий, как же прийти к большому депозиту. И что нужно делать, и что не нужно делать, когда у вас депозит более 100 тысяч долларов. Большой депозит, это в первую очередь про сохранить, и потом уже про приумножить. То есть, для человека, обладающего крупным депозитом, очень важно сохранить свои средства. Причем не просто, чтобы они пролеживали, чтобы они не таяли, чтобы их не подъедала инфляция. И если рынок начинает падать, мы падали либо медленнее рынка, либо вообще не падали, а в идеале еще и росли. И вот многие трейдерские стратегии, о которых я поговорю, позволяют и мне, и моим студентам зарабатывать, даже если рынок, вот как последние несколько месяцев, стоял на одном месте, мы все равно можем в эти месяца зарабатывать средства. То есть, профессионализм управляющего заключается в том числе, в тот момент проявляется, когда рынок начинает стоять на месте, когда рынок начинает падать, то есть, его просадка должна быть меньше, чем просадка рынка. В американской системе это S&P, и в идеале он должен вообще, и может еще и зарабатывать в этот момент. Так вот, большой капитал, прежде всего для меня, это высокая диверсификация. То есть, мы можем распределить средства между несколькими ресурсами, тем самым обезопасив себя. Здесь входит не только трейдинг, я чуть шире картину опишу, то есть, это инвестиция в недвижимость, коммерческая, жилая недвижимость. Здесь есть понятие, как такой страновой арбитраж, то есть, когда вы инвестируете в разные страны, в разные валюты, тем самым тоже обезопасивая себя от либо курсовой разницы, либо какой-то страновой особенности. Дальше это всем известные банковские депозиты. Если еще несколько лет назад они были около нулевые, то теперь они уже чуть подросли, но инфляция подросла, поэтому здесь нужно быть очень аккуратным, всегда смотреть с оглядкой на инфляцию и не вестись на красивые цифры о депозитах. Это вот что касается такого максимально консервативного управления. Есть еще, сюда же входит долгосрочный портфель или пенсионный портфель. Это когда мы покупаем просто, допустим, каждый месяц вы покупаете одну акцию Tesla или Apple и копите, копите, копите на какой-то очень долгий-долгий промежуток времени. Вот это три вещи, которые относятся к пассивному управлению, но они тоже важны. То есть мы сегодня не будем их разбирать, но в вашем портфеле, если у вас большой депозит, большой капитал, я считаю, что это целесообразно использовать. Мы же сегодня проговорим больше про среднесрочную торговлю, про активный трейдинг, про активную торговлю, про трейдинг. Это то, что непосредственно требует внимания от человека, но и приносит огромную отдачу. Про среднесрок. Посмотрим, какие бумаги подходят для среднесрока, посмотрим, какие бумаги и инструменты подходят для активной торговли и покажу примеры сделать. Даже сделаем вместе домашку с вами предварительно, хотя рынок сейчас открыт. Мы посмотрим больше такие какие-то среднесрочные вещи, которые могут быть вам интересны на протяжении долгого промежутка времени. Разработка торгового плана и выбор стратегии. Давайте проговорим про тему среднесрочной торговли и трейдинга. Что я подразумеваю под этим? Среднесрочная торговля для меня это трейд внутри одного кода, когда мы не покупаем и забываем бумагу, то все равно мы ведем позицию. В идеале мы можем еще ее активно довести, то есть либо частично закрывать, либо полностью, либо переоткрывать, либо как-то добавлять позицию. То есть мы выводим и ведем позицию внутри года. Также у нас есть инструменты для активной торговли, это так называемый трейдинг. То, что мы в принципе и практикуем, и чем я ежедневно занимаюсь, это активная торговля американских акций, и американских фьючерсов, американских опционов. Про это я как раз сейчас поговорю. Я торгую акции в среднесрок через покупку, продажу непосредственно базового актива. Также я могу купить, продать опционы на них. И я торгую фьючерсы как внутри дня, так и внутри недели. То есть я не удерживаю очень долго фьючерсные контракты. Я покажу примеры сделок своих. Я удерживаю, как правило, от одного до нескольких дней. Мы разберем с вами торговые стратегии, которые... Сегодня мы разберем с вами торговые стратегии через призму активной торговли, да, то есть через призму трейдинга, да, не пассивного управления. То есть вот эти сбережения, там, пенсионные, сбережения, которые вкладываются в недвижимость, мы оставим за скобками, мы посмотрим сегодня именно, какие же стратегии, какие же торговые планы хорошо работают в трейдинге и в среднесрочной торговле. Давайте по порядку. Среднесрочная торговля. Если у нас большой капитал, мы вынуждены с вами прибегать к среднесрочной торговле, да, чтобы вкладывать деньги, и деньги работали эффективно. Не секрет, что если деньги будут находиться просто на брокерском счету, да, брокер может выплачивать небольшие какие-то проценты, но это не то, ради чего мы все собрались и зачем мы отправляли деньги брокеру. Я хочу отметить, что не каждая фаза рынка подходит для среднесрока, для захода в позицию. То есть здесь нужно смотреть. Есть такое правило, что отсутствие позиции, это тоже позиция, да, и если рынок стоит на одном месте, конечно, заработает в этот момент очень тяжело, но это, возможно, лучший или хороший момент для того, чтобы зайти в среднесрочные сделки, да. Активные стратегии для торговли большого депозита, актуальные стратегии для торговли большого депозита в среднесрок, это так называемый выход из накопления, я активно практикую, и сегодня мы с вами посмотрим домашку. Это вход на откате, да, и вход после выкупного бара. Вот эти вещи после выкупного бара на самом деле сложны для понимания новичку, но мы практикуем активно со студентами годовой программы, где мы разбираем досконально. Порой это единственный шанс зайти в какую-то очень хорошую филигранную сделку, да, там есть такие бары-подсказки, да, или свечи-подсказки. Мы сегодня, я постараюсь кратко вам об этом рассказать, надеюсь, эта информация будет вам полезна. Как правило, большой капитал или большой депозит разбивается на несколько частей. Одну часть мы оставляем в средний срок, а другую часть, малую часть, мы оставляем на трейдинг. Почему же мы оставляем малую часть? Потому что мы ее очень активно используем, и нам попросту не нужен даже огромный депозит для этого, да. У каждой бумаги, у каждой стратегии есть такое понятие, как капиталоемкость. Мы об этом поговорим, что не каждая стратегия подходит для большого депозита. Поэтому мой совет, выделите небольшую часть, это может быть 20-30% капитала, да, или вашего торгового депозита, все, что вы отводите для трейдинга, либо среднесрочной торговли, и пробуйте торговать. То есть, начинайте с небольшой части, вы всегда сможете увеличить, если видите, что у вас хорошо получается. Какие же инструменты подходят нам для активной торговли? Прежде всего, это американские фьючерсы, такие как S&P, золото, нефть, натуральный газ, зерновые и так далее. Фьючерсы очень капиталоемкие, да, то есть, они могут очень легко проглотить большой объем средств, да, можно зайти на S&P, позицию, там взять несколько миллионов долларов, и в моменте ее исполнить. Другие инструменты, акции, либо на других рынках практически непозволительная роскошь, да, либо вы становитесь заметны для других участников рынка, либо просто вам частичное исполнение заявок будет происходить. Нужно торговать большим депозитом только очень ликвидные инструменты, да, с высокой, ну, с высоким дневным объемом, мы об этом сегодня поговорим, должен быть низкий спред, и фьючи идеально для этого подходят, и подходят очень ликвидные акции, да, то есть, акции с высоким объемом, объем это значит проторгованный объем, да, желательно брать миллионники, то есть, те акции, которые проторговались более миллиона в день, они хорошо подходят, чтобы впитывать в себя именно большой объем покупательной способности трейдера, и оставаться при этом незаметным на рынке. и также я торгую акции через опционы, да, то есть, покупка опционов на акции, и не каждая акция имеет ликвидные опционы, за этим нужно следить, как правило, должна быть, должен быть открытый интерес, более тысячи контрактов, кто торгует немножко опционы, понимает, о чем я говорю, потому что можно зайти в опционы, просто потом из него не выйти, либо выйти по очень плохой цене, поэтому за этим тоже следите, эта тема не для новичков, сегодня мы тему опционов не будем активно затрагивать, но она очень потенциально интересная, как раз при торговле большого депозита для удержания позиций в средний срок, и так далее. И сегодня, чуть позже мы, и сегодня чуть позже мы вместе с вами сделаем отбор инструментов, я покажу, какие фильтры я использую для того, чтобы выбирать бумаги, которые имеют высокий проторгованный объем, и которые подходят для удержания в средний срок, и которые подходят для внутридневной торговли, тире трейдинга большим депозитом. И теперь мы дошли до слайда, где я хотел бы вам рассказать на тему того, что есть стратегии, которые очень хорошо работают с небольшим депозитом, но как только у вас начинает получаться, то есть какая может быть ловушка у трейдера и с ребятами, мы, как правило, я всех своих студентов предупреждаю, что смотрите, вы сейчас можете торговать на коротких, допустим, минутных таймфреймах, инструменты, у вас хорошо получается, вы радуетесь, увеличиваете риск, допустим, до 200 долларов, 300, 500 долларов, и все, и дальше потолок, то есть стратегия может иметь некий предел своей капиталоемкости, о чем это говорит, просто она не может переварить больший объем. Почему это происходит? Да потому что просто инструмент, ликвидность не позволяет нам зайти всем объемом, либо частичное исполнение, либо проскальзывание, либо большие спреды, которые не могут позволить зайти, либо мы становимся такими большими на рынке, что нас видно, и там реально могут прийти и просто забрать позицию, хвостом, как говорится, крупный игрок забирает и уходит, то есть вы становитесь настолько видны, там есть некоторые хитрости, нужно дробить позицию на вход, нужно дробить стоп-лосс и так далее, то есть всячески прятаться, не выдавать себя, но прежде всего нужно отбирать бумаги очень ликвидные и сразу, когда вы начинаете торговать, допустим, пробойные стратегии, знаете, что как-то невозможно будет максимально растить риск на сделку, допустим, в криптомире очень популярны сейчас торговли именно пробойных стратегий, но ребята, кто торгуют, не дадут соврать, что есть предел объема, которым можно зайти, дальше, либо не исполняют заявку, либо частичное исполнение заявки происходит, то есть пробой мы заходим, как пробой заходится, стоп-заявка, и здесь может не хватить нам позиций, допустим, если я выставляю заявку на 8000 акций покупку какого-то инструмента, допустим, Apple, мне на пробой очевидно могут дать частичную позицию, то есть не 8000, как это происходит, стоит заявка, и мне начинают давать 1000, 2000, 3000, 4000, и вот так тикает, тикает, я никогда в жизни не зайду стоп-заявкой, я всегда захожу стоп-лимитной заявкой, это тоже очень важно для крупного игрока, крупного депозита, потому что иначе вы можете сами начать либо тянуть, либо вам дадут очень плохую цену, да, и для того, чтобы не попасть в эту плохую цену, нужно всегда заходить либо лимитной, либо стоп-лимитной заявкой. Следующая фишка, это то, что с открытия рынка и перед закрытием американского рынка самые высокие объемы, вот здесь обычно и набираются позиции, либо в средний срок, да, либо открываются позиции, то есть для торговли внутри дня, если утром, то есть вот эти временные интервалы утром и вечером хорошо подходят для торговли больших объемов, потому что там самые большие объемы на бирже, и мы просто остаемся незаметными при торговле своим депозитом. Мы поговорили, что у трейдера есть некий капитал, который он выделил для торговли, часть мы взяли для трейдинга, так вот эту часть, которую мы взяли за трейдинга, представим, что это 100% нашего депозита, и уместный риск, я считаю приблизительно 0,5% риск на сделку, если мы заходим руками. Я могу заходить от 0,1% до 1, иногда даже 1,5%, иногда даже 2% риск на сделку. Обычно мой риск где-то 0,5%. Если депозит 100 тысяч, то есть риск на сделку 500. Соответственно, если мы делаем торговлю так называемой корзиной, когда много инструментов одновременно я могу выставить 0,1% риск на сделку. Если мы заходим в какой-то классный трейд, который долго ждали, я могу зайти чуть больше. Соответственно, 1% риск на сделку. Но, как правило, это 0,5%, и мне кажется, это такое среднее значение, которое довольно уместно, и если вы торгуете большим депозитом, старайтесь не заходить с огромным риском ни в цифровом значении, ни в денежном эквиваленте, а именно риск относительно депозита. Считайте всегда процентаж и приблизительно держите его 0,5%. Как только ваш депозит начинает расти, плавно также начинает расти ваш риск на сделку. Это вот в этом плане очень уместно привязаться именно к размеру депозита. Дальше мы поговорим как расти, но вот привязка риска к размеру депозита она хороша тем, что с ростом депо вы просто будете потихонечку увеличивать и свой риск. И хочу отметить, что конечно большой депозит это не про иксы, это про то, чтобы сохранить прежде всего и потом уже приумножить и заработать. Но сохранить на первом месте, то есть выбирайте очень надежного брокера, торгуете довольно консервативно, все мои точки входа очень строгие и они не позволяют мне так более расхлябанно входить, когда я не знаю какую конкретную цену я получу инструмента, я не оставляю на авось, то есть не оставляю на ночь какую-то непокрытую позицию и так далее и так далее. То есть дальше в примере сделок будет понятно, что у меня очень строгая точка входа и конечно же дисциплина и риск менеджмент, который позволяет нам чувствовать себя комфортно даже с большими рисками на сделку. Как же выбрать акции, которые подходят для торговли большим объемом? Сейчас мы с вами включим Finviz и вместе посмотрим, отберем, я покажу какие фильтры я использую для ежедневной сортировки, что упрощает мне жизнь в плане я делаю предварительный отбор и потом уже ручной. И разберем несколько стратегий, которые хороши для торговли большим объемом и которые мы с студентами ежедневно разбираем они мне присылают на проверку я соответственно даю какой-то фидбэк и вот так потихонечку мы находим очень красивые картинки. У меня уже есть сегодняшняя домашка мы ее тоже если нужно включим но прежде всего я хотел с вами поделиться именно давайте разберем вместе акции которые подходят для наших торговых стратегий с большим депозитом. Самое первое выбираем скринер здесь ставим акции миллионники то есть нам нужны супер ликвидные инструменты дальше выбираем сток онли убираем фонды можем поставить страну Соединенные Штаты Америки я не выбираю потому что мне интересны и другие рынки посмотреть дальше ограничим себя ценой уберем совсем дешевки они нам тоже скорее всего не нужны здесь уже 1700 1100 инструментов 1170 и посмотрим заходим в раздел технические параметры вытягиваем это возьмем 075 700 акций и можем еще посмотреть знаете что карт леволью тоже поставим довольно большой то есть она не только торгуется в среднем миллион но допустим и вчера торговалась миллион теперь хитрость в разделе overview есть стартировка по объему берите самые объемистые в начале кто больше всех проторгованных сейчас биржа открыта поэтому мы видим кто сегодня проторговался вот допустим полонтир уже проторговался 60 миллионов это шерс акций и дальше включаю и вот смотрим смотрите нас интересуют несколько стратегий для торговли большим депозитом это выходы из накоплений это покупка на откате и некий так называемый выкупной бар сегодня хорошо будет посмотрим с вами именно выходы из накоплений если попадутся нам и другие бумаги то будем брать повторюсь это самое объемистые вот тесла тесла очень неплохо смотрится я открою терминал давайте посмотрим теслу я открою на весь лист невку и мы с вами ее разберем смотрите рынок вырос смп сейчас обновляет тесла находилась неком боковике в такой стагнации вот здесь можно ожидать сильного движения то есть если инструмент долго-долго стоит в проторговке рано или поздно эта энергия куда-то будет выплескиваться вот здесь есть накопление движение и так далее здесь тесла в целом смотрится неплохо поэтому я ее оставлю на листе плюс она супер ликвидная это тоже нам подходит AMD AI NVIDIA вот хорошее MARA смотрите Marathon Digital инструмент во-первых не идет за S&P во-вторых стоит в очень сильном накоплении рано или поздно он куда-то пойдет наша задача дождаться куда он пойдет он торгуется большими объемами сегодня для примера было проторговано 24 миллиона акций он пока находится в середине канала не смотрится ни вверх ни вниз и наша задача дождаться от нижней границы я буду продавать от верхней покупать то есть смотрите самые ликвидные инструменты и я всегда начинаю именно с них вот видите накопление R-I-O-T можно записать накопление смотрится вверх в данный момент очень сильная картинка вот это тоже хороший CVNA смотрите инструмент по сути с ноября месяца стоит на одной цене сейчас майя подпрыгнул встал нарисовал такую ступенечку зажали если сейчас он будет проходить вверх это хороший момент для захода и удержания в средний срок вот хороший тоже ривиан электрички электрокары вместе с тесла они могут расти смотрите здесь постоянно выкупают 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 можно провести уровень но самое главное что я хочу отобразить сегодня вам показать это выходы из накоплений да вот здесь они могут выходить покупка теперь по поводу откатов то есть не лучший момент когда она там обновляет своих аи куда-то понятно заходить поэтому если есть некий тренд в инструменте сейчас я попытаюсь найти такую картинку вот здесь uber есть некий тренд то есть глобально выросли это так называемый выкупной бар давайте покажем чуть я не буду вдаваться в детали мы потому что очень долго целое занятие тратим на это с ребятами вот здесь очень неплохая ситуация инструмент нарисовал маленький хвостик видите какой сильный импульс я не могу пока вам там все рассказать потому что это уйдет целый час на это по поводу этих выкупных баров но вот здесь есть момент то есть я вижу что он растет он началась некая коррекция она заканчивается вот этим баром и последует рост в целом здесь все неплохо квартальный отчет я не уверен что она прямо сейчас продолжит рост но после резкого движения нет отката смотрится интересно выкупной бар вы поняли что он здесь есть красиво видите вот накопление и видео у проводники накопление и сильнейший рост вот вот это красивая история это наш кандидат единственное минус она конечно дорогая вот хорошая тоже и фрм эти копия все падение начинают выкупать вот это есть момент где многие заходят средний срок то есть они видят что инструмент начинает расти понятно калькулируемый риск и покупка и так многие ходят ступенечками раз раз ступеньки ступеньки то есть моя задача убедиться что движение вниз окончено здесь есть множество предпосылок повторюсь мы не можем в рамках такого короткого эфира поговорить тут и выкупные бары и и объемы и смотрим на специфику рынка куда идет S&P допустим сером намного сильнее рынка потому что S&P стоял 2 месяца она потихонечку росла после сильного сильного роста нет отката и так далее и так далее здесь хорошо на выход из накопления здесь хорошо на откатах и здесь неплохо подсказывают вот такие выкупные бары эти хвостатые бары с длинным хвостиком они как правило сигнализируют семафорят о том что движение может быть продолжено и чуть дальше мы посмотрим примеры моих реальных сделок сделанные с большим объемом я вам подробно расскажу в том числе про точки входа перед тем как будем смотреть сделки давайте поговорим на тему как же нам нужно растить свой депозит здесь не зря нарисована лесенка то есть это простой метод который использовал я и мои студенты для того чтобы постепенно постепенно наращивать как вы помните риск на сделку привязан к размеру депозит если депозит растет то в принципе и риск растет но я всем студентам и всем начинающим советую брать минимальные риски я когда-то начинал с риска в 10 долларов на сделку и потом поднял 100-200 точнее не так у меня был 10 потом 20-50 100-200 400-500 600-700 тысячу и дальше я тоже могу поднимать в данном случае в среднем на каждый депозит который я торгую у меня может быть риск от 500 долларов до нескольких тысяч я не сторонник вкладывать огромный риск в одну сделку то есть для меня легче все равно разбить но вот на депозит допустим следует правило если депозит привязанная в 100 тысяч торгуется риск где-то 500 долл смотрите начинаете с риска с небольшого риска если у вас хорошо получается отмеряете какой-то промежуток времени разные методики есть и предположим месяц закрыли флюс повышаете два раза два раза я уже рассказал как я растил тут целая целая идеология заложена в это то есть нужно как уметь и повышать так и понижать то есть если что-то не получается уходите обратно мы очень подробно об этом говорим на годовой программе здесь опять повторюсь я не просто не успею поговорить одно хочу сказать начинать надо с малого депозита даже если у вас с малого риска даже если у вас большой депозит вы просто не будете всю сумму покупательной способности задействовать и постепенно увеличивайте ну и засиживаться нельзя то есть есть такая история как допустим я вообще противник демо счетов можно засидеться очень все хорошо и потом переходите на реальные деньги не получается то же самое на маленьком депозите все круто начинаете переходить на большой не получается поэтому не смотрите на риск иногда даже можно было я когда только начинал в ТВС окно пенеля дневного анриал пенель убирал то есть я не видел абсолютных цифр я видел риск я видел объемы то есть 300 акций 3000 акций для трейдера большой разницы нету а вот когда начинают доллары евро цифра прыгать здесь конечно уже психологически нам будет тяжелее поэтому выставите значение риска на сделку и не трогайте его в рамках какого-то промежутка времени допустим месяц почему не трогайте потому что это тоже важный принцип риск менеджмента если у вас риск пляшет вы никогда не соберете хорошую статистику в одной сделке одна сделка будет положительная но риск маленький другая будет отрицательная риск большой поэтому очень строго нужно следить за риском на каждую сделку нету любимчиков все сделки должны быть системные сделки делятся не на хорошие плохие а системные и не системные об этом мы чуть позже тоже поговорим сейчас мы перейдем к обзору моих сделок это реальные сделки на реальном счету я вам покажу сейчас как я их оформляю покажу такой некой закулисье мы разбираем это с ребятами из нашей группы и наставничество и годовой программы поэтому давайте перейдем немножко вам покажу сделки будут фьючерсные фьючерсы очень активно торгуются хорошо торгуются круглосуточно что позволяет мне спокойно оставлять на ночь вот здесь допустим сделка по SMP 7 к 1 с переносом позицию через ночь обратите внимание 3 таймфрейма сверху у нас в данном случае отображено здесь на минутке здесь у нас дневка тут у нас часовик но скажу сразу минутку я использую чтобы показать вам препарировать так и чтобы спрятать свой стоп то есть вот здесь был вход короткий стоп инструмент продолжает идти и доходит до следующего уровня видите то есть один уровень 40-43 по дневке я провел обозначил бар который его сформировал и до следующего уровня у меня запас ходом также я подробно описываю все свои сделки сейчас к сожалению нету времени разобрать но все параметры все сделки обязательно должны быть описаны пойдемте дальше это платина очень хорошо смотрелся инструмент в лонг поступательно растет немножко замешкался уровень 11.01 11.02 здесь на 101.9 смотрится лонгово дальше смотрю на часовики часовики шикарные и что мы здесь видим инструмент попытался пойти вниз не смог закрепился выше уровня вход первый выход и второй выход то есть я дождался частичный выход это кстати тоже очень важно для большого депозита потому что мы никогда не знаем докуда пойдет инструмент и очень обидно отдавать деньги обратно в рынок я всегда выхожу частями какими частями тоже сложно сейчас в рамках записи рассказать но обычно я дроблю там допустим 2 к 1 3 к 1 5 к 1 7 к 1 10 12 если в средний срок если большие позиции то есть есть возможность спокойно раздробить на множество маленьких частей дальше опять оформленная сделка дата актуальная сделка у нас по S&P смотрите у нас есть бар сформировавший уровень вот он есть зона свободная есть хороший часовик хороший часовик здесь на довольно быстро пойду но надеюсь то хорошо уже умеет торговать вы поймете у нас есть заход под уровень понятное место для стоп-лосса первый выход и второй то есть казалось бы небольшое движение забрано но свой свой риск здесь риск на каждый депозит был 500 долларов приблизительно 500 700 но и мысль в чем что даже здесь мы можем забрать один к одному три к одному заберем всего по сумме двух сделок два риска но мы тысячу долларов свою забираем в данном случае хотя инструмент стоит в жесточайшем боковике да S&P вы знаете два месяца практически проторчал на одном месте поэтому в мае было принято решение забирать короткие движения то есть действовать короткими перебежками не заходить на удержание позиций следующая сделка по золоту это так называемая сделка наложенный пробой сильный дневной уровень поступательное движение много процентов пройдено нету силы идти дальше и видите начинает она заваливаться четко отрисовала уровень поставила куда поставить стоп лосс первый выход и второй то есть сейчас правила мелких перебежек неплохо работают и вот такие сделки тут я не могу подробно разобрать потому что время ограничено но поверьте все студенты и я всегда мы во-первых описываем все сделки во-вторых отмечаем точки входа и в-третьих сам скриншот он тоже очень важен это просто результат P&L один торговый день был я хотел показать этот счет уже за сотку перешел но что здесь происходило вот у нас есть несколько инструментов это S&P NASDAQ AMAZON TESLA это и нефть а посмотрите мне что называется SLIDE GOOD DAY что здесь хорошо это соотношение стопов и тейков да то есть минимальные стопы практически безубыточные выходы по нефти и AI то же самое по Амазону выходы безубыток и вот тейки по NASDAQ 3000 и 2000 по S&P вот пятерка это 6% это в рамках одного дня это реальный скрин из терминала то есть все что я рассказываю я так же это практикую да и торгую на своем личном депозите и депозите который у меня есть привязан этим слайдом я хотел сказать что очень важно иметь системный подход и трейдинг это не творчество это такой же бизнес как и любой другой здесь есть четкие правила инструкции и наша задача подобрать алгоритм который подходит лично вам и понять что за что там отвечает собрать хорошую статистику посмотреть эту статистику научиться ее подкручивать да найти все слабые сильные стороны и довести до совершенства это понятное дело можно делать самостоятельно ну сколько это займет времени одному богу известно и можно обратиться к старшему товарищу партнеру можно прийти учиться я в свое время пришел учиться абсолютно не пожалел сократило мне кажется годы моих моей жизни именно вот этих масса итераций которых в свое время Александр Михайлович мне рассказал и также мы менторы наставники передаем дальше нашим студентам то есть с самого первого дня растите системный подход и повторюсь трейдинг это не магия не творчество тут есть инструкции есть правила вы должны их придерживаться есть риск менеджмент о котором мы сейчас поговорили у нас есть предпосылки к движению и вот все это в сумме дает вам системный подход и вашу торговую систему безусловно невозможно это кратко сделать у нас поэтому есть годовая программа до которой мы используем целый год это время используем для того чтобы докручивать 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 совершенствовать и находить идеальный алгоритм который подходит конкретному человеку потому что допустим у психотипа все разные кто-то любит быстрые резкие движения они торгуют на пробой кто-то любит надежные спокойные точки входа вот у меня очень спокойные входы очень понятно я могу несколько дней ждать высиживать ждать сделку и также могу несколько дней в ней сидеть то есть у меня нету вот этих резких телодвижений но это позволяет мне будет торговать большим объемом потому что если вы торгуете резко внутри дня скорее всего вам просто не потребуется большой объем а если вы будете наращивать свой риск он имеет эта стратегия имеет любая интро d стратегия имеет предел капитала емкость поэтому в любом случае если большой депозит нужно приходить и смотреть и на средний срок и на долгосрок и на фьючерсы и на удержание позиции через ночь это такая вынужденная мера для того чтобы иметь такую хорошую отдачу на свой депозит и в начале я обещаю рассказать историю моего студента Миши который за 3 дня потерял 30 тысяч баксов но потом мы выправили эту ситуацию что же произошло начнем сначала Миша отдал в управление свои деньги у него было 300 тысяч депозита и в апреле 20 получается 2 года была такая коррекция на S&P вы можете посмотреть и просто за 3 дня было минус 30 тысяч баксов на счету причем управляющие доверительное управление управляющий большой фонд говорили что все нормально это коррекция на рынке но Миша решил разобраться что идет не так потому что раньше такого большого большой просадки за 3 дня никогда не было с его слов понял что ничего в этом не понимаю теряю время и пришел учиться пришел учиться попал слава богу в хорошие руки и начал потихоньку и сам торговать и мы начали выруливать этот депозит выделили малую часть для трейдинга как раз 100 тысяч специально было выделено из депозита там капитал намного больше но было выделено для учебы ровно 100 тысяч и в рамках программы волки с уолл стрит мы с ним делали несколько стратегий во первых мы разобрали его портфель закрывали все позиции которые оказались убыточные это в рамках программы мы делаем то есть анализ какой-то ситуации потому что очевидно что человек даже когда он учится он находится в рынке у него есть какие-то открытые позиции поэтому мы оставили я как сейчас помню мы оставили мету и apple и кто помнит мета с ноября прошлого года выросла в три раза да и apple сейчас очень хорошо растет большую часть позиции мы закрыли уже этот портфель вырос там эту тридцатку съел и еще вырос да но при этом Миша начал потихонечку торговать он начал торговать с рисков сто долларов потому что тут уже просто порог чувствительности был очень высок и как бы сто долларов для большого депозита небольшое значение поэтому было принято решение торговать сто долларов и он точно так же рос как и все мы и как я вам советую то есть потихоньку начинаете торговать увеличивать риф сначала было сто очень долгий промежуток времени ну как долгие в рамках программы где-то три-шесть месяцев и потом мы начали растить до двухсот до трехсот до пятисот и последний раз когда я общался у него было пятисот для интродейной сделки и до тысячи для среднесрочной сделки понятно что уже эта просадка в тридцать тысяч там отбилось плюс Миша научился самостоятельно торговать и разбираться позиций причем он не мельчил изначально стояла задача научиться торговать в средний срок управлять своим капиталом безусловно всех навыков там за один год невозможно передать но по крайней мере мы знаем как учиться куда смотреть на какие параметры обращать внимание если рынок начинает лихорадить что делать во-первых у нас есть всегда стоп стоп кран так называемый то есть мы можем остановить торговлю преимущество трейдера от того же фонда вот управляющий он как правило такой инвестиционной компании да не трейдер он как правило вынужден сидеть в позиции потому что если очень долгое время будет сидеть в кэше как правило управляющий берет деньги не только за успех но и за управление то инвестор может задать резонный вопрос а почему я плачу тебе там 2% в год а ты сидишь в кэше давай я тоже посижу в кэше и не буду тратить эти 2% да и если он купит какие-то типа S&P и будет сидеть он тоже непонятно за что ему платить и процент за успех поэтому трейдера есть преимущество он может сказать я вижу что апрель май S&P стоит в боковике я не буду туда вообще лезть подожду пока он выйдет и спокойно сидеть раз во вторых есть среднесрочные позиции внутри года вот как здесь у Миши был Apple Meta очень хорошо растут мы их не трогали и постепенно самостоятельно учились торговать я передавал свои знания у него такие же хорошие сделки кстати как у меня сейчас по фичам да можно заходить большим объемом и быть невидимым на рынке да никто нас не не замечает и мы аккуратно забираем благодаря этому даже в тот период рынка когда он находится в боковике как последние несколько месяцев повторюсь можно зарабатывать деньги и допустим если риск на сделку 0,5% это 1R можно зарабатывать разные месяцы были у меня и в январе было по-моему в районе 20 рисков сработать то есть это 10% на депозит и вот так постепенно постепенно можно идти причем повторюсь тут есть более сложные системы риск-менеджмента у меня несколько там привязанных счетов у каждого у каждого счета настроенный риск на сделку где-то чуть больше средний срок где-то чуть больше на трейдинг отдано то есть это уже зависит от вашего психотипа и в конце я хочу сказать что большой депозит это не повод иметь большие риски это про систему это про торговый алгоритм и все подходы которые я использую они подходят абсолютно для торговли депозитов несколько сотен и даже миллионов долларов трейдер самостоятельно может торговывать такие позиции и наш опыт мой и других менторов программ у нас более 800 выпускников уже годовой программы показывает что ребята начинают расти и плавно повышая риски они начинают просто выходить на хорошие на хорошие цифры на хорошее значение и благодаря тому что мы освоили все трейдинг мы можем зарабатывать и в те месяца когда рынок падает потому что мы активно торгуем шарты у меня есть опыт я практически два года торговал одни шарты так когда рынок растет само собой ну и когда он находится в боковике и поэтому все кто пришли на программу они просто сэкономили время себе по простому 3-4 года вот этих страданий когда вы самостоятельно обучаетесь попытки несколько итераций и тем самым просто быстрее начинают зарабатывать да то есть не зависит от того каким депозитом вы сейчас торгуете помните что очень важно системный подход дисциплина пересмотрите видео как мы делаем домашку пересмотрите мои сделки надеюсь что это вам будет полезно вы возьмете хотя бы какую-то маленькую часть информации и уже завтра несете в свой торговый алгоритм который у вас обязательно должен быть и постепенно станете торговать все лучше и лучше а мы вам будем в этом помогать приходите к нам на обучение в герчик трейдинг экосистемс под видео будет ссылочка с полезной информацией заходите регистрируйтесь и мы с удовольствием будем делиться с вами знаниями и в конце бонус о котором мы с вами говорили да это шаблон статистики трейдера это полезная таблица которая даже такая сводная таблица я бы сказал которая позволит вам проанализировать ваш вашу торговлю и чтобы получить опять повторюсь переходите по ссылке которая будет под видео мой совет обязательно ведите статистику забейте все свои сделки в журнал или в шаблон статистики и посмотрите какие у вас результаты обязательно делайте скриншоты введите статистику анализируйте свои сделки и сам журнал статистики подскажет вам что у вас не так у вас хорошо идут шарты или ланги входы методом пробоя или там ложного пробоя закрепления и так далее какие часовые интервалы хорошо какие типы инструментов анализируйте анализируйте и журнал позволит вам ответить на вопрос что у вас лучше идет торгуйте очень аккуратно используйте риск менеджмент придерживайтесь своего торгового алгоритма всем хорошего дня и до новых встреч субтитры